Доброе утро! И преподавателя высшей школы, а имя же и стиля, и девчонок. Здрасте! Доброе утро! Поскольку речь идет о летней все-таки форме одежды, причем мы очень надеемся, что уральское лето может быть иногда и жарким, может быть иногда и летом, разговор пойдет вот в этом контексте. И у нас есть живые примеры. Во-первых, подожди, вот хочу спросить тебя, вот то, как выглядишь ты сегодня, в этом можно пойти в офис, если бы ты работала в офисе? В приличный нет. А в остальные можно. Нет, на самом деле, самое главное, это нельзя в офисе появляться с открытыми плечами. А почему? Ну, это такое правило этикета, это правило дресс-кода. Чем это касается всех, в том числе парней, которые маечки надевают? Их, да. И коротенькое, это же нельзя одевать мальчикам. А что нельзя? Коротенькое, шортики, вот все, как мы любим, да? В офисе. Ладно, хорошо. И у нас представлены две модели. Я так понимаю, что вот это два разных варианта, как уральские девушки могут пойти в офис. Расскажи, где тут ошибка, где все правильно сделано, на что стоит обратить внимание? На самом деле, на нашей модели в рубашке Кате, да, такой достаточно правильный вариант. Легкая рубашка из льна, да, которая, опять же, будет пропускать и влагу, и будет не задерживать тепло, то есть нам будет в ней комфортно. При этом она в брюках, с учетом того, что офис все-таки требует определенного дресс-кода, да, это могут быть юбка, но обязательно длины до колена, не короче. Вот, это могут быть брюки из какой-то более легкой ткани, да, и обязательно туфли с закрытым носом. Ни в коем случае в офис нельзя приходить с открытым... В босоногах? Да, 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 в босоножках нельзя. Ну, имеете в виду те офисы, где введен дресс-код. Если, вот как, например, у нас тут, ну, многие, кто бывали у нас на экскурсии, видели, что летом, особенно если жаркий, в какой-то период, тут девочки, конечно, ходят по-разному. Всячески бывают босоножки, босоножки. Регулярно летом, там, на лето отменяют какой-то формат дресс-кода, но тем не менее. Ну, опять же, большинство все равно офисов так или иначе работают с клиентами, либо они к вам приезжают, либо там сам сотрудник выезжает куда-то, да, и я думаю, это будет, ну, не очень красиво, не очень эстетично, если сотрудник какой-то компании придет в коротенькой юбочке с босыми ногами. Вот у нас эта ТОНа прямо сейчас стоит. Ну, да, ТОНа была с нами, но можно ли эту ситуацию каким-то образом исправить? Ну, на самом деле, конечно, в этом случае нужно поменять обувь, обязательно надеть колготки, потому что, опять же, в офисе летом без колготок нельзя. Это могут быть восьмиденные, абсолютно тоненькие, прозрачные колготки, которых ты просто не чувствуешь на своем теле, да, но они все равно обязаны быть. И, конечно же, юбочку подлиннее, хотя бы на ладонь. А да, в случае с ТОНа юбка допустимой длины, мини, если мы говорим, в принципе, о том, как хотите. А почему в случае с ТОНа? Потому что у нее возраст, она юная и красивая. Это, конечно, да, но на самом деле, когда мы хотим одеть мини-юбку, мы должны встать, выпрямить наши руки, и по конец среднего пальца должна быть наша юбка, не короче этого. В случае с ней, как раз-таки, оптимально для длины рук. Ах, вот оно как вычисляется. Да, тут же, конечно, можно сказать, что опять у нас голые плечи, что мы не можем в таком варианте появиться на работе. И отчасти распущенные волосы, что для некоторого дресс-кода тоже является недопустимым. Все-таки волосы в офисе должны быть собраны, если, конечно, это как-то строгая компания. Итак, ТОНа одета в варианте пляж, ну, или какой-то летний город Екатеринбург. Ну, хорошо, с этим разобрались. Мы видим, что у тебя еще и рубашка есть с собой в заначке. Зачем? Была у меня такая замечательная мысль, что у нас есть, к примеру, замечательный образ с рубашкой. Но он достаточно деловой, и вечером хочется, наверное, пойти с подружками встретиться, на свидание сходить домой, переодеваться с нашими величайшими пробками местными. Времени просто нет, поэтому мы можем трансформировать рубашку в образ вечерний, интересный, да, и немножко... Покажи, как. На ТОНе мы. Ясное, просто развернуть ее задом наберет. Девай, пожалуйста. Ну, это, кстати, вариант сейчас очень модный. Ну, да. Среди девчонок. Так, ТОНа набросила... Да. ...сюртук на плечи. И мы, на самом деле, застегнем ее с одним плечом. На какие-то неровные пуговки. Угу. Это ведь сейчас очень модная такая асимметрия. Да, естественно. Ни в коем случае нельзя это показывать моей жене, которая имеет доступ к моим рубашкам. Под закатаем. А это, между прочим, самое прекрасное, что только может быть, мужские рубашки. Я вот искренне считаю, что все женщины должны уже перейти на рубашки за их мужей. Замышел этот. Да, и, соответственно, сзади мы тоже это можем подзавязать. И уже, смотрите, совсем по-другому будет смотреться обычная рубашка. Ну, естественно, правый рукав тоже. Ну, знаете, лично мне очень нравится. Я, конечно, представляю, что на это могла бы сказать моя мама 75 лет. Она бы наверняка сказала, боже, какое безобразие. Экономно сказала бы она. Но, с другой стороны, ведь действительно лук, лук-лучок сразу стал иным совершенно. Вот, Саш, как тебе вот с мальчишечкой точки зрения? Нравится тебе такая вот накидка в виде рубашки мужской? Хорошо. Нет, если ты вообще прям конкретно про мое мнение, то меня мужские рубашки на девушках всегда прям удивляют. Но, с другой стороны, опять же, муж, к примеру, уже достаточно поносил рубашку. Тоже не камильфо ходить в ней там кучу тысяч раз. Ну, быстренько в свой гардероб ее. Я же говорю экономно. Да, переместили, очень рационально. А у меня вопрос вот такой. С рубашкой все понятно, в общем, понятно, вот там с брючками, с юбкой. А уместно ли будет девушке надеть платье в каком-то формате или сарафан на работу? Вот все эти длинные, да, длинное колено закрыто, да, плечи тоже у нас не открыты. Но вот этот формат одежды. Ну, почему? Нет, если у нас допустимая длина, если она не в пол, конечно же, и тут там огроменные шпильки какие-то, когда вся такая королева поплыла. То есть, если это миди, к примеру, с закрытыми плечами, допустим, с небольшим рукавчиком, как у Юли сейчас, да, это абсолютно удобоваримый вариант для офиса. Итак, вроде разобрались. Коленки закрываем, пальцы на ногах прикрываем, плечи обязательно накрываем. Ну и вот на вечер можем воспользоваться, ну, с коллеги снять рубашку и пойти с подружками куда-то гулять. Два слова про мужские истории, связанные с внешним видом. Колени закрываем, пальцы на ногах прикрываем, и плечи тоже должны быть закрыты, Саша. А, ну, конечно, носки, сандалии. Ты против? Я очень против. А вот всякие, Гуччи, Диоры или что? Сейчас же стало модно. Ну, давай оставим, пусть Гучи нам все. Ну, я согласен. То есть, если носки Гучи и этапочки Гучи, пусть будет. Все-таки для суровых уральских мужчин, я думаю, что немножко не поймут, а в тварь их вечером догонят. Суровые уральские мужчины как раз хорошо восприняли эту идею Гучи. Сказали, ну, наконец-то. Ну, наконец-то разрешили. Ну, то есть, все те же самые правила. Безусловно. И также можно вечером и рубашку вот так вот переодеть. Ксения Андронова была у нас в гостях. Спасибо тебе большое, Ксюш. Хорошего модного дня мы вам желаем сегодня. А пока готовы посмотреть рубрику Афиши. Узнаем, куда же сходить. Можно будет в ближайшие выходные в городе Екатеринбурге. Редактор субтитров А.Семкин